Друзья мои, я очень рада вас приветствовать на своем канале. Я просто счастлива, что вы заходите ко мне в гости и вместе со мной любуетесь моей красотой, переживаете за мои промахи, за мои неудачи, радуетесь тому, что что-то получается. В общем, я просто счастлива, что вы у меня есть такие вот хорошие, верные друзья. Сейчас я вам показываю свою цветущую энциклию. Она распустила все свои цветочки. Это энциклия лата. Она, ну, сновшибательно пахнет, честное слово. Запах такой сильный, не резкий, не противный запах. Очень приятный. Я не могу вам передать ассоциацию этого запаха, но такой, знаете, сладковатый, горьковатый, что ли, ну, как на мой вкус. Цветочный такой аромат, ну, очень приятный. Цветочки, как вы видите, у этого растения не крупные. Вот так выглядит эта энциклия гигант. Это крупное растение. Единственный гигант из этой группы в моей коллекции. Я была просто счастлива, когда на выставке в Киеве я увидела это растение. Честное слово, даже не спросила сразу его цену. У меня затрусились ручки, и я поняла, что оно будет моим. Еще, знаете, я очень рада тому, что я как-то отслеживала статистику на своем канале. То, ну, я поняла, что вас всех больше интересуют фаленопсисы. Да, фаленопсисы прекрасные растения. Для домашнего содержания, ну, это после моих башмачков, это лучшее. Фаленопсисы всегда беспроблемно цветут, меньше доставляют нам хлопот. Но, знаете, может быть, может быть, есть в этом и моя заслуга. Но среди вас, фаленопсисовые, вы мои феи, все больше и больше стало появляться людей, которые стали интересоваться и другими видами орхидеи. Ну, в частности, мне неоднократно задавали вопрос, как поживают мои энциклии. Я вам покажу сейчас все энциклии, которые на сегодняшний день есть в моей коллекции. Мне нравятся эти растения. Они несложные в уходе. Они не особо требовательные к влажности, к большим перепадам температур. Они легко адаптируются и к прохладному, и к более жаркому содержанию. То есть, ну, как по мне, так это то растение, которое можно выращивать на домашних подоконниках. Какие бы они у вас ни были, северные, восточные, западные, южные. Единственное, конечно, что на северных подоконниках все-таки им нужен дополнительный свет. Потому что эти растения, они светолюбивы. У нас в Украине последние солнечные деньки. Прогноз погоды уже обещает нам сильное похолодание. Ну, вот сегодня ночью уже было 10 градусов. Довольно-таки прохладно для орхидей. Я уже начинаю пересматривать свои орхидеи, которые растут у меня на лоджии. И думаю, куда их разместить. Энциклии будут оставаться на зиму там. Не знаю, как они переживут это похолодание ночное. Да и в зиму как они будут переживать. Но, исходя из того, что до недавнего времени у меня была только одна энциклия. Кохлеата. Я вам ее показывала. И сейчас еще похожу. То нормально она переживает. Энциклии, они все очень разные. Очень. И надо, когда вы заводите это растение в себя на подоконнике, нужно, конечно, искать литературу, читать, изучать именно тот или иной вид энциклии. Потому что, ну, абсолютно они разные. Кто-то любит больше влаги, кто-то любит просушки. Раньше, вот насколько я знаю, энциклии относили к котлейной группе. Потом, во многих источниках я читала, что их почему-то стали приравнивать к эпидендрумам, что ли. Ну, в общем, очень, очень разная, очень, очень разная информация. Поэтому вы никогда толком не узнаете, пока вы не поставите этот горшочек с прекрасным этим растением из себя на подоконнике. Ну, это лично мое мнение. Вы можете со мной не соглашаться. Ну, я всегда рискую. Я несу в дом без разбору все подряд. А потом только для себя делаю вывод, мое это растение или не мое. Так вот, энциклии, как мне кажется, на сегодняшний день, все-таки, ну, это растение, которому хорошо в моем доме. Энциклию Кохлеату, энциклию Паучок, я вам уже показывала. У нее очень невзрачные такие цветочки, но они очень оригинальные. Их тяжело увидеть среди большого количества листвы. Ну, и тем не менее, вот эта вот красивейшая губа, она выглядит по-разному при смене освещения. В вечернее время она делается черной, с таким, знаете, золотом. В дневное время она более такая, буряк. Ну, а в общем, тоже хорошее, некрупное растение. У меня есть друг Сережа, он живет в Армении. Так вот, он мне на мессенджере писал, что его энциклия имеет револьверное цветение. Вот именно эта энциклия. Честное слово, не поверила, потому что часто девчонки показывают эти растения, и при посещении выставок они там участвуют, эти растения. Я ни на одном не видела револьверного цветения. Но, когда он мне скинул, мы еще с ним долго рассуждали на эту тему, я говорю, может быть, у тебя какая-то другая энциклия. Но он мне скинул фото, все-таки это она, и можете себе представить, она цветет револьверно у него круглый год. Вот такие вот замысловатые бывают цветы. Не знаю, может быть, потому что это Армения, там совершенно другой климат. Но и тем не менее, вот так вот бывает. Еще одна энциклия у меня, которая готовится к цветению, это вот это вот растение. Сейчас я немножко разберу, чтобы нужно было понять, в каком растении я говорю. Вот она. Это тоже взрослое растение, оно готовится к цветению. Цветочки у энциклии появляются из пазух, без чехлов. У этого вот, в частности, у кахлеаты есть чехлы. А здесь, вот видите, появляется просто цветонос. Не буду вам задерживать ваше внимание, шуршать по всем листьям, но здесь растет три цветоноса. Это энциклия Синди. Вот так вот она, ее цветочки должны выглядеть. Как вы видите, она отличается от элаты, собственно говоря, только губой. Здесь губа такая вот, с прожилками фиолетовыми. У элаты губа коричнево-желтая. Сейчас у Регины в магазине ожидается новая поставка гибрид на эти две энциклии. Конечно, хочется купить, но я ее точно покупать не буду, потому что хватит все-таки мне двух родителей. У меня есть мечта, мне очень хочется купить энциклию Марии, если я не ошибаюсь, ее имя. Это белая энциклия. А если я куплю еще одного такого крупного представителя, ой, не знаю, вставить точно будет некуда. Поэтому пока обойдусь я вот этими двумя. А у вас, если есть желание, спешите сделать заказ у Регинки в магазине. Затем я приобрела себе еще вот такую вот энциклию. Ну, это из рода этих двух. То, судя по ее размеру, вы можете понять, что это очень маленькое растение. Расти ему еще и расти. Называется это энциклия. Вот так вот. Не помню даже, как она цветет, верите? Ну, купила-то и купила. Люблю я эти растюшечки. Вот это вот растение. Это тоже энциклия. Она уже была готова к цветению. Она была с чехлом. Энциклия Фрагранс. Я так ждала, так ждала. Но она стояла на кухне. Стояла вот так, над подоконником, ну, высоко. И она сгорела на солнце. От та бульба, на которой был цветонос, она сделалась мягкой. Потом смотрю, она наклонилась, упала. И мне пришлось ее вырезать. Там у нее растет, вон, молоденький, новенький ростик. Я подожду, когда он чуть-чуть подрастет. И останется она, конечно, на том же месте. Ну, и коль она останется на том месте, я ее пересажу в глиняный горшок, чтобы ей было не так жарко. Вот это вот энциклия в моем доме. Вот ее имя. Эту энциклию я умудрилась залить. Она растет в двойном горшочке. Из-за своей вечной спешки я не слила с него воду. И здесь молодой рост сгнил. И сама она теперь имеет такой, знаете, очень болезненный вид. Так что я, если честно, даже не уверена, выживет ли она. Потому что дело идет в зиму. Хотя, вы знаете, как на мой взгляд, энциклии имеют короткий период отдыха. Очень короткий. Он до месяца. Обычно длится он сразу после цветения. А потом она начинает интенсивный рост, не глядя на то, зима это или осень. Вот такая вот энциклия еще есть у меня. Это подарок моей подруге, которую я получила в апреле месяце. вот вы знаете, она адаптируется немножко слабовато. Так вот, именно вот про эту энциклию, что я вам хочу сказать, что она любит всегда мокрый грунт. Всегда. А все остальные энциклии свои я поливаю по мере просушки. Высох грунт и поливаю. Я их не сушу, ну и в болоте тоже не держу. Как только высох грунт, я сразу ее поливаю. А вот эту энциклию, конечно, нужно поливать, не дожидаясь полного высыхания грунта. Вот сейчас она полностью сухая, сверху мох. Там горшки влаги еще немножко есть, но ее уже надо полить. Вот такая вот она моя красавица энциклия. Так что девочки мои фаленопсисовые феи, не бойтесь ничего, не бойтесь, несите в дом новые виды орхидеи, изучайте их, поверьте, это очень увлекательно, очень. А потом вас затянет в эту трясину и среди фаленопсисов у вас все-таки появятся вот такие вот цветы. Очень красивые. Вот я сейчас стою возле нее, она так сильно пахнет, такой, знаете, сладковатый, вкусный, приятный запах. А, грунты, я забыла сказать про грунты. Грунты у этих растений должны быть воздухопроницаемыми, обязательно. У моих, допустим, там смесь, кора, кока-чипсы, уголь, немножко мха, совсем чуть-чуть, и маленькие шарики пенопласта. На дне у них лежит керамзит, керамзит, попадается и в грунте. в общем, можно сказать, знаете, это такая, ну, смесь всего, чего есть в доме. Намешала и насыпала. Но обязательно должны быть воздушные карманы, ни в коем случае грунт не должен быть лежалым. корни у них хоть и мощные, но корни у них как у анцидиумов, они не особо толстые, имеют небольшой слой веламена, поэтому заливать их, лично я считаю, держать в болоте не стоит, это приведет к гибели этого растения. Просто нужно быть аккуратными в поливе, следить, чтобы не пересыхал грунт, и все, и будет вам счастье, будут у вас вот такие красивые цветочки. Они внешне имеют интересный вид, со своими бульбочками, вот так вот, кстати, стареет лист, это не болезнь, это старая бульба, у нее просто отсыхает верхний лист, поэтому, знаете, вот я с каждым днем все больше убеждаюсь, почему лучше растут, цветут и развиваются орхидеи у мужчин, наверное, потому, что они не устраивают сюси-пуси, они жестче с ними обращаются, не нанося им такого вреда, как мы с вами, то помазать, то полить, то подкормить, все должно быть в меру, от удобрений, от лишней порции удобрений, орхидеи болеют, и зачастую погибают, поэтому, применяя удобрения, всегда включайте мозги, сколько, в каком количестве, и с использованием какой воды вы добавляете удобрения, если вы поливаете обычной водопроводной водой, то количество удобрений должно быть сверх минимальным, если это чистая вода, пропущенная через фильтры, то конечно там удобрение должно быть в 50% соотношении к тому, что написано на упаковке, а водопроводную воду сверх мало сыпят удобрений, вот так вот, такие вот мои красопедки, мои любимицы, очень люблю энциклии, и нисколько не жалеем, что они у меня есть, да, цветут они один раз в год, пока, но надеюсь, что когда разрастется куст, когда будет много псевдобульб, много новых ростов, то и цветение у них будет как у котлей, не меньше, чем два раза в год, вот так друзья, пока, желаю вам всего самого лучшего, самых красивых, самых экзотических цветов, счастья, радости и удачи!